Сторителлинг. Для тех, кто не знает еще, расскажу. Это инструмент маркетинговый, который позволяет, используя такие драматические классические приемчики из театра, из кино, которые к нам пришли, сделать текст более интересным от первого лица и действительно его оживить. Пример сайт «Личный бренд» от первого лица рассказывается без занудных разных сертификатов, формализма и разных таких шаблонных фразочек. Тут на этом примере нам рассказывают историю появления Веспы, мотороллеров. Тоже через яркие красочные факты мы сразу все это в голове с помощью сторителлинга представляем. Можно сделать сторителлинг в виде цитаты. Второй способ улучшения плохих текстов – это попробовать максимально упростить текст. Пишите просто, дробите сообщения на максимально коротенькие кусочки. Сами предложения длинные, тяжеловесные, которые нужно перечитывать, чтобы вообще врубиться, что происходит, делите на короткие. Этот пример тоже стильный. Красивый, минималистичный, мне нравится он по дизайну, но с точки зрения текстов я считаю, что это все-таки не самый удачный пример. Одушевление, увлечение, восхищение, страсть, восторженность – это не просто слова. Убедитесь в этом сами, наша работа скажет все за вас. Я бы рекомендовала вот с такими сложными вещами, как ассоциации, с какими-то ощущениями, чувствами, быть аккуратным. Почему? Потому что для каждого эти слова значат свое. И очень много метафор, каких-то ассоциаций, образов могут просто не дойти до конечного потребителя. Следующий, третий инструмент – это тональность общения. Тон of voice – это некий голос вашего бренда. Это то, как бренд разговаривает со своей аудиторией, как он обращается именно к своим потенциальным покупателям или читателям, подписчикам. Тональные сообщения бывают очень разные. Зависит от вашего позиционирования. Смотрите, это амсайт, где как раз раздробили хорошо текст на кусочки и применяют такую очень неформальную, дружелюбную тональные сообщения. Есть разговорные фразочки, есть сленг, например, «погораешь» или «застрял на одном уровне дохода». Как будто бы просто как друзья между собой говорят. Посмотрите, какая тональность общения у меня тут. Совсем другая тональность общения, более серьезная. На «вы», а не на «ты». Более официальная. Это нехорошо и неплохо. Можно общаться и так, и так, в зависимости от того, кто ваш читатель. Следующий момент – это проверка текста. Всегда проверяйте текст, который получился, прочитайте его, и вы увидите все недостатки по синтаксису, то есть где нужно упростить, где убрать книжнее и так далее. Если вы это проделаете, прочитайте текст вслух. Именно вслух нужно. Эта магия работает только вслух. Сразу станет лучше. И второе, что мы делаем – это проверяем уникальность текста и пользуемся дополнительными способами проверки, такими как, например, главред. Это текст. Сначала написал копирайтер, потом сотрудница добавила его в главред. Это бесплатный сервис для проверки текста. И увидела все слабые места и шероховатости. И в конце главред ставит оценку. Хорошо, скажите вы. Это все применимо, когда у нас есть какая-то основа текста. А что нужно сделать, если у нас вообще нет текста? Попробовать все-таки, да, проинтервьюировать клиента, запросить у него информацию. Попросите вообще вот все, что нужно узнать, отправить вам вот как первый такой шаг. Неважно, провели мы интервьюирование клиента, нет, мы ищем информацию в Гугле. После того, как вы получили какую-то фактуру от клиента, сами почитали, узнали побольше, вы берете и всю эту полученную информацию анализируете и начинаете писать текст. И делаете либо рерайт, либо копирайт. Рерайт – это когда мы прочитали пять статей и написали по мотивам этих статей другими словами как бы то же самое. То есть мы переписали. Рерайт. Копирайт – это когда мы пишем с нуля. Вообще создаем уникальный текст с высоким уровнем уникальности. Следующий шаг – это причесать текст, проверить его, то есть на ошибки, разделить на абзацы, сделать подзаголовки, если текст большой, сделать его удовлетворимым. И последний шаг – это пропустить через сервис проверки, прочитать свиста и прислать клиенту итог. Прислать на согласование, чтобы клиент внес свои коррективы, дополнения, что-то дополнил, убрал и так далее. Вот такой простой пошаговый чек-лист у нас получился. Конкретные шесть шагов, как написать текст с нуля. И, как и обещал, признаки хорошего текста. Я выделила следующий момент. Текст в первую очередь должен быть понятен любому человеку. Чем проще, повторюсь, тем лучше. Иногда мы действительно, бывает, работаем с какими-то узкопрофильными текстами, но чаще всего мы пишем просто понятные тексты для довольно широкой аудитории. Если вы даете аббревиатуру, то вы должны ее расшифровать. Второй признак – текст разбит на абзацы, содержится подзаголовки, списки. В общем, он удобоварим. Почему это важно? Потому что мы все с вами сейчас живем в эпоху клипового мышления. Читатель, подписчик, кто угодно привык к тому, что постоянно приходится отвлекаться. Он в сфере пролистывается, пробегает глазами, выделяет самое главное. Это должен быть вычитан, не содержать напечаток, лишних-знаков. Это портит общее впечатление. Это, знаете, как грязные руки у официанта или у официантки. Вроде бы как бы на вкус еды не влияет, но впечатление портит. Поэтому если будет много каких-то опечаток, ошибок, будет ощущение такой небрежности, низкого качества. Поэтому обязательно проверяйте себя. Важно, чтобы текст не содержал очень много мыслей. Не пытайтесь впихнуть туда все. Важна логика повествования. Ну и последнее. Текст должен решать вашу задачу. Проинформировать, это продать и вовлечь. Вовлечение особенно важно в соцсетях. То есть нам нужно вывести читателя на какое-то действие. А по сути нам нужно вызвать у него какую-то эмоцию. Давайте подытожим. Если вы работаете с текстом, который вам уже прислали, есть конкретные инструменты, которые на практике могут текст улучшить. Если вам нужно написать текст в стуле, у вас получился текст, вы не понимаете, окей он или нет, отправлять его клиенту на согласование или пока рано, попробуйте пройтись по моим признакам хорошего текста, по моему еще одному чек-листу и проверить себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok